Спасибо большое Евгению, что пригласили на эту конференцию. И несмотря на то, что проект не совсем музейный, он тем не менее часто присутствует в музеях. То есть сейчас музеи становятся все более социально ориентированными и активными, и понимают необходимость вступления людей, которые вычеркнуты из так называемого культурного поля, и которые живут в местах, которые еще недавно были суперзакрыты. И поскольку нет особо времени говорить много про интернаты, хотела просто спросить, вы знаете ли вы, что такое психо-неурологический интернат? А можете поднять руку, кто не знает? Тогда я вам буквально пару слов скажу. Это такие учреждения, которые остались еще со времен Советского Союза, сталинских времен. Это места, в которых живут люди с разными особенностями, ментальными, физическими, интеллектуальный уровень совершенно разный. Это те люди, у которых нет родителей, нет попечителей, или же они попали во время своей жизни туда, оказавшиеся без жилья. В общем, это люди с очень разной судьбой, но их объединяет то, что они живут все вместе в таких огромных резервациях, можно даже так сказать. По большому этому количеству людей, от двух до десяти в одной комнате, и в Петербурге таких интернатов восемь. Например, в Ленинградской области еще восемь, и в каждом интернате живет порядка тысячи человек, тысячи восемьсот. Супер маленькие считаются, где пятьсот человек. И понятно, что у этих интернатов, которые являются государственными учреждениями, нет ресурса заниматься каким-то образом людьми, которые там живут. Если есть какие-то занятия, то они часто такого отчетного характера, то есть от людей немного ждут, и они раскрашивают какие-нибудь раскраски в лучшем случае. В лучшем просто предоставляется жилье и питание, и они находятся всю жизнь после восемнадцати, и уже до конца своей жизни. Но тем не менее, каким образом я, собственно, попала в эти интернаты? Я, будучи заканчивая историческое отделение, как раз Глеб Евгеньевич Нершов преподавал у меня, поэтому я особенно сегодня волнуюсь. Не особо представляю, что что-то есть еще помимо академического искусства. В тот момент я узнаю, что есть еще такой целый мир арт-брюта, как это называется, искусство, вы не знаете. И оказывается, что есть в Петербурге люди, которые работают в этом ключе, у которых есть как раз, которые можно причислить к этому направлению. И меня позвали помогать с выставкой, благотворительной организацией «Перспективы». Одна, наверное, из самых крупных, я, по крайней мере, любих таких же крупных не знаю, в России, которая работает именно в интернатах. Потому что в интернаты очень трудно попасть, они очень закрыты и боятся людей, боятся какой-то огласки, понимая, что не очень правильно все это происходит. И эта организация, которая туда внедрилась еще в 90-е годы, организовывает как раз для тех людей, своих подопечных, которыми занимаются еще с детского дома, ряд занятий, и в том числе художественную студию. И эта художественная студия, она наиболее эффективна из всех видов занятий, потому что для многих людей, которые живут в интернате, искусство вообще-то единственный способ коммуницировать с миром. И многие не имеют возможности там высказываться иным образом. И там люди занимаются, конкретно вот в этой студии, я еще буду говорить про нее отдельно. Уже на протяжении, получается, почти 20 лет. То есть и за вот это время такой интенсивной практики сложились абсолютно самостоятельные художники с индивидуальным таким стилем, своим собственным миром, которые они не заимствовали ни у кого, потому что, несмотря там на все походы в музей и приобщение к какой-то общей культуре, у них все равно есть некий свой мир и свое высказывание, которое им часто важнее донести, нежели скопировать что-то общеизвестное. И 8 лет работаю в этой организации, получив некий опыт, я с друзьями начала делать проект «Широта и Долгота» уже как некое неинституциональное, самостоятельное, ну что-то нечто самостоятельное и даже трудно сейчас назвать, что это проект или мы какая-то группа. Ну то есть я всегда ставлюсь в тупик, потому что мы не так уж долго работаем, с февраля 2017 года, и происходит постоянная какая-то трансформация того, чем мы есть такое. За это время, в принципе, сложилось три направления. Это поиск художников, то есть мы ездим по разным учреждениям, и в основном мы занимаемся как раз студиями, поиском людей, которые живут в вот этих вот закрытых местах, и про это я расскажу подробнее. Это выставки, которыми мы занимаемся, тех художников, которых мы нашли, которые нам кажутся художественно интересными для показа публики. И это занятия в самих интернатах, поскольку, начав поиски, мы поняли, что не так-то много этих художников, поскольку у них нет условий для работы. То есть перспективы создают условия тем, что дают пространство, материалы, даже самые простые какие-то вещи, и для людей подчас это то, что им нужно, чтобы вообще что-то начать делать, поскольку даже мастердонты, студии говорили, что они не будут заниматься этим, если у них забрать вот эти столы и вот это пространство. то, в которых они занимаются. Поэтому, в общем, мы приезжаем в интернаты и проводим там занятия. И, собственно, вот с 17-го года, с февраля, мы ездим в Гланово-Взен, в три интерната на данный момент. Есть еще запросы, но не хватает ресурсов на больше. Возможно, по мере развития мы будем дальше уже распространяться. То есть в этих интернатах у нас пока нет этого пространства какого-то своего. Мы приходим на отделение, где люди живут, и прямо там с ними в холле занимаемся. То есть присоединяются все желающие. Там порядка 20 человек обычно, ну там 10-20 за раз присоединяются. И пока у нас такой режим просмотра, кто вообще что любит, что хочет. То есть в этом процессе просто пока вычленяются какие-то авторы. И мы смотрим просто, кто изначально художник. Ну и в этом поиске уже было найдено несколько таких очень интересных, ярких имен. Например, Юлия Гасульникова, она живет в Олсовском интернате. И она изображает, собственно, ту жизнь, в которой она пребывает ежедневно. То есть это вот эти коридоры интернатов. Это люди, которые там живут. И это, на самом деле, очень большая редкость, чтобы житель интерната изображал вот эту жизнь. Причем так, как это реалистично, достаточно с одной стороны и с другой стороны, настолько с личностным таким подходом. Это, например, ее работа. И Юлия, например, все понимают, что она художник. Ну, на ее примере я могу рассказать, как это происходит в этих институциях. То есть она живет. Все понимают, что она художник, но никто не знает, что с этим делать. Ну, то есть все понимают, что нужно делать выставки, но никто не знает, каким образом это происходит. Появляются какие-то люди, которые говорят, мы сделаем выставки и пропадают с работами. Ну, то есть это происходит так. И когда мы узнали о Юле и стали с ней как раз работать, мы сейчас на данный момент сделали три ее выставки. Одну персональную и несколько крупных институций, по которым я тоже расскажу ниже. Ну, то есть вот таким образом происходит поиск художников, просто кто-то внечаянно вдруг находится, и оказывается, что у него где-то под подушкой лежат работы, и его в интернатах обычно этих людей не считают художниками, но часто. Работы выбрасываются, часто на них рисует кто-то другой, и никто не увидит в них художественные ценности. И часто им нужно, чтобы кто-то из них пришел и сказал, что эти работы интересны, и этим автором нужно заниматься, и тогда статус художника часто повышается просто благодаря какой-то сторонней оценке. Также у нас есть сейчас договоренность с Русским музеем. Мы приезжаем с этой группой людей из интернатов, занимаются с ними там экскурсоводы, и мы рисуем внутри музея, участвуем в мероприятиях тоже в музее, или же нас зовут на разные другие какие-то городские мероприятия, мы с удовольствием принимаем участие. То есть у нас занятия происходят не только внутри интерната, но и за пределами. Также мы ищем волонтеров, которые к нам присоединяются, и таким образом мы привозим людей, которые никогда не сталкивались с системой интернатов, внутрь этих учреждений. Если вкратце про выставки, то вот это была первая как раз персональная выставка Юлии Косуйниковой, чью работу я показывала выше. На 3 апреля приехали наши коллеги из группы Beauty House Underground. Тоже очень интересный проект, который мне смог приехать сегодня. К сожалению, я могу просто два слова сказать про них. Это мои коллеги, тоже работающие в организации «Перспективы». Это компьютерный класс, в котором просто пришел Роман Ложаров, и стал всякими подключенными способами музыкальными, и люди стали писать электронную музыку, которая сейчас нашла много поклонников и ее отзывы, достаточно известных музыкантов и просто широкой публике, и они часто конструируют, и они сегодня не смогли приехать из-за того, что у них концерт, как раз. Но вот и первое их живое выступление, надо немного похвастаться. Это было как раз на выставке, которую мы организовывали. То есть первый раз получилось привезти людей и посмотреть, как же это будет, если просто играть прямо не в записи, а прямо в личном, в живом эфире. Также была в январе выставка в музее Ахматовой двух авторов – Алексея Сахнова и Юлии Косульниковой. Алексей живет в третьем интернате, и так же, как Юля, изображает интернат. Ну, собственно, это два автора, которые изображают свою жизнь. И они друг друга не знали совершенно, то есть они живут совершенно в разных местах, просто их способ высказывания оказался очень близок. Алексей также делает фотографии и видео, если будет время, я покажу побольше его работ. То есть за это время мы сделали еще одну персональную выставку одного художника седьмого интерната, с которым мы как раз занимаемся вот с февраля прошлого года. То есть это была первая выставка именно человека, с которым мы начали работать, который не рисовал до момента, пока мы не стали ездить в интернат. И вообще хочу такую зарисовку сделать, что очень долго мне не давали его увезти на выставку. Они не понимали, почему я беру его, когда там есть люди, которые рисуют березки, там вышивку делают, которые уже состоялись как художники в глазах, сотрудников интерната. И они никак не могли понять, почему же я выставляю вот этого художника, который делает вот такие сеточки, в то время как есть какие-то более понятные и нормальные авторы. Наверное, вызвано Вадом из-за «Антон-потрядов» и «Антон-Алексей Гусючук». Он тоже посещает эту студию. И также он ходит в студию при шестой больнице. Там он делает, ну и дома он работает много, с компьютером. И у него такая серия мультиков, которые в итоге мы экспонировали. Наш проект собрал, экспонировал на 4-й геннале уральский. Про это я даже дальше расскажу. Но я быстро продвигусь по этим студиям, с которыми мы работаем. То есть эти студии, они тоже находятся в институциях. И мы с ними дружим и поддерживаем, как можем, наводим там художников и стараемся их тоже выставлять. Вот шестая студия при психиатрической больнице. Там работают искусствовед Версан Бринедера и художница Мера Светлова. И у них тоже сложилась уже такая сильная когорта художников. Например, Александр Челак, он, сверху его работы, создал серию «Жизнь Ивана Грозного», где Иван Грозный изображен, это тоже его работа, в такой повседневной жизни, на рыбалке, с сыном играет в шахматы, наблюдает за предшественными людьми. Там такая творческая атмосфера, и люди, которые там находятся получать учения, уже знают свои места, и приходят, и работают уже осознанно, и себя чувствуя полноценными художниками. Вот также студия проводит само мыслики, очень активно взаимодействовать с галереей Борей, достаточно известной в Петербурге. Также студия в Покровской общине, Сестерного сердца, это такой приют, где людей с улиц буквально забирают, и пока им делают документы, и определяют как раз в интернаты, они разъезжаются потом повсюду. То есть они находятся просто на передержке, они буквально в такой вот маленькой комнате, в тесной обстановке, на табуретках и стульях тоже начинают рисовать. То есть это взрослые люди, которые никогда не занимались ничем подобным, и с ними работает Ольга Конышева, ароматерапевт, и некоторые неожиданные люди неожиданно для себя оказываются художниками. Ну, то есть, конечно же, не все, а этот процент не такой ужин прям большой, но тем не менее, нам почувствовать в себе художником, художником может каждый, но вот такие прямо интересные авторы, которых можно выставлять, их, конечно, единицы, но тем не менее, они тоже есть. Например, Антонина Алексеева, такая бабушка, которая изображает деревню и свою тоже жизнь, Юрий Демидов, который придумал тоже такой свой очень интересный язык. Мы их тоже вставляли на пенале. Также студия сама тоже проводит выставки. еще одна мастерская при психоневрическом интернате номер один. Там достаточно лояльное руководство и поддерживает художников, и там большая студия, это редкость для интернатов, и керамическая, и художественная. И главным образом эта студия нам интересна, потому что есть художник Юрий Зеленко, который там живет. Он вообще рисует и как в студии, так и в своей комнате, просто буквально на полу, выкладывая работы. У него такое серьезное ДЦП, несмотря на это. И даже наоборот, это помогает ему создавать такие очень выразительные работы, ломающие какое-то обычное представление о форме. И они работают вот такие затертые. То есть структура бумаги получается очень интересная, как какой-то пергамент или что-то специально сделанное, но тем не менее художник просто по-другому не может. Но это выглядит серьезно и впечатляюще. Также в том же самом первом интернате существует студия «Арт-Залив» организации «Бортоветные шаги встречи». Там это люди, которые были в детском доме, которых организация поддерживает, и администрация выделивает помещения, и они тоже там работают и делают выставки. Ну вот это та самая студия, в которой работала 8 лет я, и которая, собственно, для меня такая мастерская просто от совершенно самостоятельных художников. То есть это люди, которые можно вот так вот их оставить, уйти. Там занимается вообще около 60 человек. Ладно, не все, а такие вот художники. Кто-то воспринимает все-таки занятие как арт-терапию, кому кто-то нуждается в присутствии, кому-то нужна техническая помощь. То есть там очень разные люди. Но там есть десяток, наверное, таких совершенно самостоятельных людей. И, конечно, эти художники являются таким основой, наверное, для нашего достичного направления. То есть люди там работают в очень разных материалах, и это очень интересно наблюдать, как буквально случайным образом какие-то пойманные в коридоре ничего не поздревающие о себе тоже, как и художниках. Персоны вдруг становились очень интересными за пару лет. И такими людьми, у которых интересы их работы вызывали профессионального сообщества. Например, моя личная удача, и я очень люблю вспоминать этот случай, с человеком, который просто буквально ходит и бросает мелки. И таким образом за какое-то время это стало его тоже таким творческим языком. И он создает такие большие работы просто таким исключенным образом. Но это когда они выглядят и оформлены, а когда они висят, это все очень сильно выглядит. В общем, там уже много фанатов, было много выставок за время существования студии. Также приезжают гости, и много всего происходит. Это очень автором на открытии выставки в рамках генналия современного искусства «Манифеста 10», который проходил в Петербурге в 2014 году. Это происходит в главном штабе Эрмитажа, и на выставке присутствуют живые кошки, и автор проводит экскурсию по своим экспонатам для кошек. Это в «Лостпроекте этажи» выставка с немецкой студией «Дешлюнку». Мы приезжали в саму студию в Германию, где неделю работали вместе с немецкими коллегами. Также проходят аукционы, на которых мы приглашаем друзей и просто людей из соцсетях и продаем работы, где присутствуют сами авторы в режиме аукциона. Приезжают гости, и за каждую работу поднимается цена, и сами художники видят, что их работы востребованы, и это тоже поднимает у них рвение рисовать. Вернее, там не только рисование, многие работают в диджитал арте, кто-то делает объекты, то есть у всех очень разные образительные языки. И вот как раз наш проект привозил 13 художников из этих студий, благодаря тому, что рассказывала на Бейнале в Екатеринбурге, о проекте и Бейнале. Не могу сказать, что в Бейнале наше экспонирование прошло гладко, там был ряд тоже организационных проблем, и мне не получилось выставить именно в том виде, так как хотелось. Но тем не менее, я надеюсь, что со временем когда-нибудь музейные и выставочные организаторы будут не только готовы выставлять людей с уваленностью, но еще как-то серьезно относиться к их экспонированию. Также у нас сейчас, благодаря поддержке мемориала, есть сайт-проект, на котором можно посмотреть подробнее. и проследить за нашими новостями. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.